В администрации района состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту под председательством первого заместителя главы администрации Руслана Ямыкова. В ходе заседания были рассмотрены вопросы об антинаркотической деятельности и профилактике наркомании среди молодежи и взрослого населения района. По первому вопросу повестки дня о результатах работы за 10 месяцев, по профилактике правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории района и проводимых профилактических мероприятиях выступил старший оперуполномоченный группы наркоконтроля Аслан Цыкушев. За 9 месяцев 2021 года на территории Кашхабрского района зарегистрировано 4 преступления. Аналогично прошлый год тоже 4 преступления, из них раскрыто и направлено в суд 4 преступления. Из данных преступлений два дела по статье 228, части 1, это хранение наркотических средств, и два дела по 231, части 1 УК РФ, это выращивание наркотических средств. Общая раскрываемость равна 100%. За потребление наркотических средств без назначения врача было привлечено к административной ответственности 10 лиц по статье 6.9, часть 1 УК РФ. По статье 6.9.1, это те лица, которые уклоняются от прохождения лечения от наркомании, было привлечено нами три лица. Привлечено одно лицо по статье 6.8 УК РФ. За отчетный период 2021 года в ГНК поступило 10 информации в отношении жителей обслуживаемой территории, из которых 4 результативные. В производстве ГНК МОН ВД России Кашхабовский находится 5 дел по лицам, на которых мировым судом возложены обязанности пройти лечение от наркомании. За отчетный период прекращено одно дело. С 12 мая по 21 мая 2021 года на территории исполнителя Адыгея проходил первый этап общероссийской акции сообщили, где торгуют смертью. За данный период сотрудниками ГНК МОН ВД России Кашхабовской составлено два административных протокола по статье 6.9.1, это уклонение от лечения от наркомании. Также с 24.05.2021 года по 03.06 на территории Республики Адыгея проходил второй этап оперативной противореческой операции МАК 2021 года. В период проведения указанной акции сотрудниками ГНК МОН ВД России Кашхабовский выявлен один факт незаконного оборота наркотических средств. Проверено 8 мест массового пребывания совершеннолетних и молодежи. С 21.06.2021 года по 30.06.2021 года на территории Республики Адыгея проходил этап оперативной противореческой операции МАК 2021. В период проведения указанной акции сотрудниками ГНК МОН ВД России Кашхабовский выявлено два факта незаконного оборота наркотических средств, а именно выращивание наркотических средств на территории Кашхабовского района. Проверено 7 мест массового пребывания совершеннолетних и молодежи. В общем, в отчетном периоде с целью обнаружения и изъятия наркотических средств незаконного оборота проведено 11 обысков, из которых были три результативные. Далее о работе спортивной школы Кашхабовского района по вовлечению детей и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом доложил директор ДЮС США Беслан Дохов. Тренера Кашхабовского района осуществляют свою тренерскую работу во всех населенных пунктах района. Основную работу по подготовке ведущих спортсменов осуществляют 40 штатных тренеров, преподавателей и 11 работают по совместительству и оказывают активную помощь по выявлению одоленых детей, так как основная их работа учителя физкультуры в общеобразовательных школах. По итогам прошлого года, воспитанники Кашхабовского района добивались высоких результатов на уровне района, республики, первенства ЮФО и даже первенства Европы. Ежегодно проходят соревнования среди в школе спортивных клубов района, где принимают участие учащихся образовательных школ. В прошлом году 800 учеников составляют по разным видам спорта. Спортивная школа является методическим центром предоставленных преподавателей и учителей физической культуры, совместно с управлением фокалий спорта проводятся массовые соревнования с детьми из группы риска. Цель спортивной школы – как можно больше вовлечь детей и подростков к систематическим занятиям спорта, пропаганда здорового образа жизни, развитие физических и интеллектуальных, нравственных способностей детей, а также подготовка к коллективным спортсменам. Члены комиссии также были проинформированы о деятельности средств массовой информации района, о проведении профилактической работы, направленной на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории района, а также о проводимой работе по профилактике злоупотреблению наркотиками в муниципальных образованиях Бличепсинской, Кашхабльской и Натербовской сельских поселениях. Подводя итоги заседания, Руслан Емыков призвал к совершенствованию форм взаимодействия всех служб и ведомств, деятельность которых направлена на борьбу с распространением наркомании. Возвращайтесь в эту проблему, это делать необходимо. Она есть, независимо от того, что мы усилия прилагаем к борьбе с этой заразой, тем не менее, это есть, и это надо делать. Поэтому не расслабляйтесь, общайтесь друг с другом, взаимодействуйте, проводите мероприятия, не ждите, когда районная комиссия скажет, вот вам листовки, развести и все. Делайте это сами, в том числе, у вас приняты программы, их надо исполнять. Прошу обратить внимание на все поручения, которые указаны в протоколе. Секретаря комиссии прошу следить за исполнением решений с доведением информации на следующем заседании комиссии об исполнении протоколов предыдущих.